Ребята всем привет рад вас видеть на своем канале. В этом видео я вам расскажу про описание породы собаки Каникорса. Этот итальянский мастиф был специально выведен для охоты на кабана, а сегодня животное это отличная сторожевая собака. Питомец отличается безумной преданностью к своей семье, при этом собака не очень любит чужих людей, а также мелких животных. Каникорса намного спортивнее своих сородичей, других мастифов, несмотря на это, собака обожает часами сидеть ног своего хозяина. Мастиф Каникорса, итальянская порода, это крупная собака с особыми потребностями, его размеры просто гигантские, вес собаки может достигать 120 килограммов. Это и не удивительно, ведь выводилась эта порода непосредственно для охоты на крупного зверя и охраны имущества. Каникорса обладает крупной головой, тяжелым массивным телом и короткой шерстью, цвет которой может быть черным, серым, палевым или рыжим. Вышесказанные характеристики говорят о том, что Каникорса, не совсем удачный выбор для начинающего собаковода, а также для тех, кто содержал более маленькие породы собак. Это крупная порода, сильная, умная, активная и своенравная. Каникорса просто нуждается в лидере, который будет его воспитывать, но без применения грубости и агрессии. Собака будет всегда рядом с вами, при этом в особых ласках и нежностях она не нуждается. Ранее социализация занимает важнейшее место в обучении Каникорса. Приобретать щенков этой породы лучше всего у собаководов, которые содержат собаку в доме. Это станет залогом того, что питомец будет несколько адаптирован к бытовым условиям дома или квартиры. Социализацию и дрессировку щенка необходимо проводить достаточно активно. Не лишним будет сдать щенка в так называемый детский сад для собак. Также необходимо познакомить собаку с соседями и друзьями, чтобы животное могло различать своих и чужих. Обратите внимание, что лучшая социализация для любого животного – это семья. При этом не стоит расстраиваться, если вы заметите, что собака уделяет мало времени членам семьи, это не означает, что она к вам равнодушна. Просто-напросто, Каникорса, охотничья собака, именно это и делает свой отпечаток на поведение собаки. В процессе обучения и дрессировки Каникорса лучше всего обращаться за помощью профессионала, так как без специальных знаний иногда достаточно сложно обучать эту собаку. Уровень активности Каникорса умеренный, поэтому прогулки на поводке – достаточная физическая нагрузка для этого крупного животного, непродолжительные ежедневные пешие прогулки, пробежки – вот, пожалуй, и все необходимые физические упражнения для той собаки. Владельцам Каникорса необходимо предпринимать меры по предупреждению погони собаки за мелкими животными, в том числе за кошками. Охотничьи инстинкты собаки могут привести даже к тому, что кошка будет разорвана в клочья. Поэтому заблаговременно необходимо побеспокоиться об обустройстве надежного заграждения двора сплошным высоким забором. Подземный электрический забор такую собаку не сдержит, как и другие крупные породы собаки. Каникорса, даже в раннем возрасте может повредить различные вещи в вашем доме, чтобы избежать этого необходимо, чтобы собака была занята делом, игрой. Скука собаки не играет вам на руку. Несмотря на свой грозный вид, Каникорса нуждается в определенном внимании семьи, ни в коем случае нельзя сажать собаку на цепь и не оказывать животному внимания. Такое поведение со стороны хозяина и членов семьи может привести к активизации агрессивного состояния животного и проявлению неадекватного поведения. Каникорса обладает гладкой шерстью, склонной к линьке. Поэтому необходимо еженедельно проводить чистку с помощью специальной щетки, что позволит своевременно удалять отмершие клетки кожи. Чистить уши и подстригать когти следует по мере необходимости. Купают Каникорса в редких случаях, лишь при сильном загрязнении животного. В качестве выводов отметим, что Каникорса достаточно агрессивное к незнакомцам животное, отличающееся высоким интеллектом, а поэтому заводить такую собаку можно лишь опытным собаководам. История происхождения На протяжении всей истории своего существования Каникорса жили в основном в отдаленных сельских районах Италии. Чаще всего их использовали в качестве охотничьих собак, а также в качестве надежного сторожа и охранника. Но Каникорса всегда считались редкими собаками. В определенный период вообще полагали, что порода полностью вымерла. Однако в 80-х годах прошлого века порода была восстановлена итальянскими собаководами-любителями. После этого порода Каникорса стала распространяться по Европе, где успешно выполняла роль отличного помощника и сторожа. Характер Каникорса Чаще всего Каникорса ищут семьи, стремящиеся иметь собаку, которая хорошо бы ладила с детьми. Собаководы описывают представителей этой породы как ласковых, добрых, преданных собак, верных товарищей и потрясающих сторожей. Всеми этими качествами действительно обладает хорошо обученная Каникорса. Тем не менее, по своей природе эти собаки являются собственниками, которые не любят ни село кем делить свою территорию. Каникорса проявляют невероятную заботу на инстинктивном уровне, в этом с ней вряд ли посоревнуется какая-либо другая собака, хотя многие собаководы не согласны с таким мнением. Эти собаки чувствуют даже малейшую опасность, поэтому незнакомцам лучше не предпринимать действий, которые могут быть оценены Каникорса как угроза. Но при правильном обучении эти собаки могут адекватно оценивать реальную и мнимую опасность. Содержание и уход. Каникорса относятся к тем собакам, которые, с точки зрения ухода, не особо требовательны. Не очень частые вычесывания и протирания шерсти влажной тканью будет достаточным для поддержания шерсти собаки в должном состоянии. Владелец Каникорса должен приучать питомца к подстриганию когтей с раннего возраста. Эта процедура должна стать привычной для питомца и не вызывать у него негативных эмоций. Как правило, подстригание производят по мере роста когтей. Что касается ухода за зубами, то он ничем не отличается от ухода зубами любой другой собаки крупной породы. Чистите их регулярно и сможете избежать проблем с зубным камнем и запахом изо рта. Дрессировка и обучение. Каникорса, безусловно, умные собаки. Еще одним плюсом является то, что эти животные всегда хотят угодить хозяину. Вот почему в плане обучения не должно возникнуть особых трудностей. Следует знать, что такие собаки требуют уверенного в себе дрессировщика, который обладал бы настойчивостью, но и, в то же время, нежностью. Очень важно, чтобы собака с самого раннего возраста понимала, кто в доме хозяин. Животное должно четко осознавать, что слово хозяина – закон, четкость, последовательность и систематичность. Вот три главных условия, которые необходимо выполнять во время обучения и дрессировки Каникорса. Вопрос ранней социализации также важен, как и вопрос дрессировки. Ранняя социализация Каникорса станет залогом того, что животное будет правильно воспринимать происходящее вокруг, станет настоящим другом и товарищем не только для вас, но для всех членов семьи. Здоровье и болезни. Средняя продолжительность жизни Каникорса составляет 10-11 лет. К основным заболеваниям относятся, вздутие желудка, выворот века, заворот век, дисплазия локтевого сустава, дисплазия тазобедренных суставов, эпилепсия и сердечные заболевания. Спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео ставьте лайк, а также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока.